Спонсор программы «Элита» – старейшая ветеринарная клиника доктора Широнова. Полный спектр ветеринарных услуг для ваших питомцев, современное оборудование, широкий ассортимент медицинских препаратов. Ждем вас в будни с 9 утра до 9 вечера, выходные с 9 до 18 часов, в экстренных случаях круглосуточно. В центре кинологической службы Сергея Вопосадского ОМВД несут службу немецкие и восточноевропейские овчарки. Собаки специализируются на поиске взрывчатки, наркотиков и людей по следам. Это специальный чемодан, с которым работает инспектор-кинолог по розыску наркотических веществ. Здесь представлены имитаторы запахов наркотических веществ. То есть основных здесь у нас 7 имитаторов основных групп наркотических средств. То есть, ну вот, сейчас мы покажем, как работает наша собака. То есть возьмем, допустим, канабис-гашиш, это запах. Ну, он синтезированный, здесь ничего натурального, собаке это не вредит. Здесь все хорошо. Вот, возьмите вот этот. Просто берут пакетик? Да, просто берете пакетик, мы с собакой, чтобы вы не чувствовали никакого подвоха, отворачиваемся. Вы кладете в любой из ящиков и мы ищем. Хорошо. Жень, есть такая история, что люди считают, что для того, чтобы собака искала наркотики, ее саму иногда вводят в нее наркотики. Это правда? Вы знаете, есть такой встречный анекдот в кинологии. А правда, говорит, что собаку, которая ищет наркотики, пичкают наркотиками? А кинолога отвечает, да, говорит, конечно. А собака, которая ищет взрывчатку, ее пичкают взрывчаткой? А собака, которая ищет людей, кормит человечиной? Все ясно. То есть иллюзия? Да, конечно. Нет, собака... Да, проводились такие эксперименты очень давно, что собака думала, что она будет лучше работать, но собака, как правило, долго не живет. То есть для нее токсическое отравление нехорошо. Для собаки... Быстрее они улыбаются? Конечно, конечно, да. Процессы быстрее. Ну что ж, делаем закладку. Собака и кинолог отворачиваются. Начинаем. Не подсматривай, не подсматривай, не подсматривай. Ищи. Правильно? Хорошо, молодец. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Покажи мне. Покажи где. Покажи. Покажи где. Покажи. Вот он правильно. Хорошо. Хорошо. Молодец. Ты чего такой грустный? Самочувствие, настроение четвероногого сотрудника волнует его напарника. Ведь они работают в паре. Если одному не здоровится, работы не будет. Как правило, мы работаем в тесной связке, так можно сказать, с оперативными сотрудниками, которые занимаются непосредственно наркотическими поисками наркотических веществ. Ну и да, и собака, как правило, она используется как детектор, то есть в поиске. То есть, допустим, если сотрудник там не может отличить муку от анфетамина или там того же героина, то собака это легко делает по запху. Ну и то, что недавно, если я военную тайну не раскрою, как говорится, в Березняках была накрыта, как можно сказать, лаборатория по производству анфетамина, где собака нашла 3 грамма анфетамина. Теоретически собака, работающая по наркотикам, может обнаружить вещество даже на прогулке. В плане дрессировок есть такое занятие у нас, то есть как бы собаку пускаем гулять, сами ставим закладку, где-либо, чтобы собака не знала, да, ставит ее другой человек, чтобы она, собака, не чувствовала моего запаха, что я там был и как бы оставила свой запаховый след. Пускаем ее гулять. Просто собачка гуляет, где-нибудь там на полянке, случайно находит эту сумку или какой-нибудь либо предмет. Как правило, собака, они заинтересованно обнюхивают новые предметы и вырабатываем такую реакцию, чтобы собака отработала укладкой, усадкой. Не предвиденные такие? Не предвиденные, конечно, да, 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 потому что в жизни всякое бывает, особенно в нашей работе. А еще собак учат не отвлекаться на работе. Раздражающими факторами, мешающими работать, может стать что угодно. Приходится обыскивать и квартиры, и все остальное, где много еды, опять же, кошек, собак. И вот я говорю, поэтому собака должна быть спокойной. То есть вот в таких нюансах выбирается специально, чтобы она не гонялась за кошками. Если она за кем-то погонится, то это уже не работа. Недавно в Центре кинологической службы появилась тренировочная площадка со снарядами. Здесь занятия проходят регулярно. Молодец! Это называется полоса препятствий. То есть она общая и сейчас введена для всех род собак. То есть служебные собаки, они обязаны выполнять эту полосу препятствий, потому что сложившиеся ситуации, неизвестно какая, как говорится, ситуация сложится, и надо будет преодолевать, допустим, или барьер, или яму, и так далее. Вперед! Рядом! Сидеть! Вперед! Рядом! Рядом! Сидеть! Когда собака вообще попадает в органы внутренних дел, она попадает там, ну, разным способом. Когда закупки, когда через, ну, через фирмы, которые этим занимаются, все щенки проходят непосредственный, непосредственный отбор пригодности к работе в службе МВД. Во-первых, она не должна бояться выстрелов. Внезапно каких-то действий со стороны так называемых фигурантов, то есть там, ну, какой-нибудь человек там выйдет из-за угла, из-за укрытия, темных помещений не должна бояться. Ну, как вот все, что у нас в быту преследует, все вот, как бы, эти страхи, неожиданности. Собака не должна этого бояться. Впрочем, не только собаки должны обладать определенным складом характера и темперамента. Кинологом тоже может стать не каждый. Любовь к животным – это самое первое качество, которое должен обладать кинолог усердием и обязательной выдержкой, так же, как и у собак. Потому что при тяжелых тренировках, особенно спецподготовке, и, как вот сегодня вы видели, тренировочные площадки, нужно все-таки все равно усилий много прибавить, чтобы и собаки слушались, и самому, как бы, чтобы срывов не было. То есть, вот, уверенность в себе – это самое главное качество кино. Ну, и любовь к животным, соответственно, да, любить, вкусняшки ей давать. Они любят это. Мы спросили у сотрудников кинологического центра, как строится их рабочий день. В 9 утра мы приходим, начинаем с осмотра собак, проверяем. Затем мы убираем вольеры, далее следуют тренировки, либо дрессировка, все зависимости. Вот, после, ну, мы на тренировках, естественно, выходим в город заниматься, потому что это, я, ну, самая главная составляющая тренировок, потому что, поскольку я работаю по профилю РП, и мы часто работаем в городе, и нам приходится отрабатывать следы в различных условиях, то же самое, заслеженности и так далее. И тем самым мы повышаем качество рабочих собак. Вот, далее собака тоже отдыхает, мы делаем свою планомерную работу бумажную, которая у нас тоже имеется. Затем идет кормление собак, ну, и далее уже можно либо поиграть, пойти с собакой, либо еще чем-то там заняться таким. Ну, и, конечно, выезды на места происшествия. Вне зависимости от времени суток кинолога с собакой могут вызвать на работу. Люди верят собакам, потому что все-таки это не электронное устройство какое-то, все-таки это живой организм. Поэтому, когда приезжаешь с собакой, конечно, люди верят, что собачка сейчас вот-вот-вот найдет. Но, к сожалению, много влияющих факторов есть, когда собака бывает и теряет следы. А так, в основном, конечно, мы стараемся помочь гражданам всегда. Круглые сутки мы на своем посту. Вот так бок о бок с сотрудниками полиции несут службу их четвероногие напарники из Центра кинологической службы Сергиева-Посадского УМПТ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кошечка Ай-яй-яй-яй, моя девочка. Вот ты моя сладкая. Состояние котенка Люси насторожила хозяйку. Решила обратиться к ветеринарному врачу. Она была игривая, а вот со вчерашнего после обеда она все время мяучит и спит. Спит и спит и прячется, прячется, прячется. Так, все-все-все-все, пряталась, все пряталась, ночь она вроде бы проспала, утром встала, что-то на лапу не наступает, но побежала к корму кушать, у меня там жидкий корм специально для котят покупают, вот для нее. Она поела, попила и опять пошла спрятана. Она спала, она все время спит, спит, она была такая игривая и вдруг стала спать. Побрела со стулом? Да, со вчерашнего дня она не сходила. То она жидко ходила, 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 а потом перестала ходить. И она вот ищет лоток, место в лотке, а никак не может и орет. Мяучит, мяучит, мяучит без конца. Опрос владельца, осмотр животного и анализы, источники информации, на основе которой ветврачи ставят диагноз. Сам пациент, к сожалению, не может рассказать, где и как болит. Успаление кишечника непосредственно. Может быть вирусные теологии, как идут их коронавирусные гастроэнтериты. Могут не вирусные теологии. Гельминты тоже могут спровоцировать такие вещи. Сейчас мы сделаем микроклизмочку, назначим терапию. Завтра они обязательно придут, расскажут, как у них дела. Тебя же спасаем мы, милая моя. Мы сначала избавимся от каловых камней, сделаем противовоспалительные вещи, дальше за ней понаблюдаем. Если вирусная теология не будет подтверждаться, скажем так, то протравим ей гельминтов и будем готовиться к вакцинации. Но обязательно блох тоже с вами потом потравим еще. Обязательно надо их, обязательно. Потому что их там большое количество. Врачи сделали все необходимое, дали рекомендации владельцу. Если вашему питомцу тоже нужна помощь врача, обращайтесь в клинику доктора Шурунова. Сергеев Посад, улица Кооперативная, дом 41. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok